Аллахумма салли على сейдина Мухаммадин и على али сейдина Мухаммад Прощальный хадж пророка саллиллаху алейху ассалям В месяце Зулькаида, 10-го года хиджра, посланник Аллаху алейху ассалям начал готовиться к хаджу. Он велел собраться всем, кто желает совершить паломничество Узнав об этом, со всех краев в Медину прибыли тысячи мусульман при исполненных желании совершить хадж вместе с пророком алейху ассалям Многие историки пишут, что в тот год количество паломников доходило до 40 тысяч В субботу 25-го Зулькаида, то есть 25 января 632 года Совершив в Медине полуденную молитву, посланник Аллаху алейху ассалям выступил в путь Имамом вместо себя в Медине он оставил Абу Дуджана Переночевав вместе под названием Зульхуляйфа На утро пророк алейху ассалям сказал своим сподвижникам «Ниспослан на откровение, чтобы я сообщил вам В этой благословенной долине мы должны совершить намаз и вознамериться совершить вместе хадж и умру Во время джахилии большим грехом считалось объединение хаджа и умры Затем пророк алейху ассалям совершил полное омовение умостил тело благовониями и облачился в их храм Произнеся слова намерения объединить хадж и умру пророк алейху ассалям сел на свою верблюдицу Касву и продолжил путь Он громко произносил слова Тальбии, Лаббайк и велел остальным паломникам делать то же самое На восьмой день пути паломники добрались до Зутувана и остановились там на ночлег На следующий день, 4-го Зульхиджа, 2 февраля 632 года посланник Аллаха алейху ассалям, совершив полное омовение, вошел в Мекку В священной мечети пророк алейху ассалям совершил семикратный обход вокруг Каабы и намаз в два раката возле стоянки Ибрагима алейху ассалям Затем, выпив воды из источника Замзам, посланник Аллаха алейху ассалям верхом на верблюдице, 7 раз совершил ритуальное хождение между холмами Сафа и Марва Поскольку паломники совершали хадж и умру вместе, и гнали с собой жертвенный скот пророк алейху ассалям не снял с себя и храм Тем же, у кого не было жертвенного скота, пророк алейху ассалям велел постричь волосы и снять и храм На этом их умра завершилась Затем пророк алейху ассалям разбил лагерь в долине Абтах на северо-восточной окраине Мекки Восьмой день месяца Зульхиджа пророк алейху ассалям вместе с паломниками отправился в долину Мина и провел там ночь На следующий день после восхода солнца пророк алейху ассалям отправился на гору Арафат, где провел целый день В этот день посланник Аллаха алейху ассалям выступил перед паломниками с проповедью Сначала он воздал хвалу Всевышнему Аллаху, а потом обратился к людям О люди, слушайте мои слова После этого, быть может, мы уже никогда не встретимся на этом месте Поистине, ваша жизнь и ваше имущество для вас должны быть столь же священными, сколь священными является этот день в этом священном месте на этой священной земле То, что было отдано кому-либо из вас на хранение, возвращайте Поистине отменяется все, что было во времена Джахилии Отменяется месть за кровь, пролитую во времена Джахилии Отменяется ростовщичество времен Джахилии Я отменяю все, что люди задолжали Аббасу ибн Абдульмутталибу как проценты от ростовщичества О люди, шайтан навсегда потерял надежду на то, что на вашей земле кто-нибудь будет поклоняться ему Если даже в тех грехах, которые вам покажутся малыми, вы пойдете за ним, он обрадуется Охраняйте же от него вашу веру Бойтесь Аллаха в том, что касается женщин Ибо вы взяли их, как доверенные вам Аллахом, и сделали их дозволенными для себя по слову Аллаха Вы имеете право требовать от них, чтобы они не впускали в ваши дома тех, кто вам не нравится Они вправе требовать от вас, чтобы вы кормили и одевали их Я оставляю вам слово Аллаха, Коран и сумну посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям Если вы будете крепко держаться их, то не собьетесь с истинного пути О люди, поистине после меня не будет пророка, и после вас не будет общины Поклоняйтесь же Аллаху, совершайте пять намазов, поститесь в месяц Рамазан Выплачивайте закат с вашего имущества, совершайте хач к дому Аллаха Подчиняйтесь вашим правителям, и вы войдете в рай Аллаха Затем посланник Всевышнего, саллиллаху алейиссалям, спросил у паломников Что вы скажете, когда вас просят обо мне? Все ответили, мы засвидетельствуем, что ты довел до нас истинную религию, как было велено, и дал нам добрые наставления Тогда пророк, алейиссаляту вассалям, поднял палец к небесам и трижды повторил О мой Аллах, засвидетельствуй это И когда пророк, алейиссаляту вассалям, совершил свою проповедь, Всевышний неспослал ему аят следующего смысла Сегодня я довел до совершенства вашу религию и довел до конца свою милость Услышав от пророка, алейиссаляту вассалям, этот аят, Умар ибдахаттаб заплакал Когда его спросили, почему он плачет, Умар ответил После совершенства не может быть ничего, кроме ущерба Сподвижник Белял, прочитав Азан, призвал людей на молитву Пророк, алейиссаляту вассалям, совершил сокращенный полуденный намаз Затем, обновив Экаму, призвав к началу намаза, посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, совершил послеполуденный намаз в сокращенном виде Таким образом, эти два намаза были объединены и сокращены После захода солнца пророк, алейиссаляту вассалям, из Арафы отправился в Муздалифа Где совершил объединенные вечерний и ночной намазы Посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, провел ночь в Муздалифе Совершив утренний намаз и обратившись с мольбой к Всевышнему Пророк, алейиссаляту вассалям, еще до восхода солнца, отправился в Мину Дойдя до Джамарата, избранник Всевышнего, алейиссаляту вассалям, бросил в первый столб, символизирующий идола, семь камешков При каждом броске пророк, алейиссаляту вассалям, произносил Аллаху Акбар Затем, повернувшись лицом к кибле, он обратился с мольбой ко Всевышнему На Джамарате пророк, алейиссаляту вассалям, сказал с подвижником Старайтесь научиться у меня всем обязательным ритуалам нашей религии Ведь, может быть, мне уже больше не придется совершать хадж Пригнав с собой из Медины сто жертвенных верблюдов Пророк, алейиссаляту вассалям, сам принес в жертву 63 из них Затем посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, велел Али принести в жертву 37 оставшихся верблюдов Пророк, алейиссаляту вассалям, велел сварить жертвенное мясо Это мясо было роздано паломникам Поел его и сам пророк, алейиссаляту вассалям После принесения жертвы посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, велел обрить себе голову, начиная с правой стороны Волосы с этой стороны головы он раздал с подвижником А все волосы с левой стороны достались Абутальхе В тот день пророк, алейиссаляту вассалям, трижды обратился с мольбой к Всевышнему за паломников Которые обрили свои головы, а за тех, кто укоротил волосы, один раз Сняв и храм, и умастив тело благовоньями, пророк Мухаммад, алейиссаляту вассалям, верхом на верблюдице направился к мечети Харам После обхода вокруг Каабы, Тавафу-ль-Ифада, посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, совершил полуденный намаз Выпив воды замзам, пророк, алейиссаляту вассалям, вернулся в долину Мина В первый и второй день жертвоприношения он обратился к людям с проповедью, как сделал это на горе Арафат И 11, и 12, и 13 числа месяца Зульхиджа пророк, алейиссаляту вассалям, бросал камешки на Джамарате Затем из Мины избранник Всевышнего, алейиссаляту вассалям, направился в долину Мухассаб, расположенную между Меккой и Миной А на следующий день, совершив прощальный обход вокруг Каабы и утренний намаз, посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, направился в Медину Однажды посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, заснул дома до своей тети Умму Харам бинт Милхан Проснувшись, пророк, алейиссаляту вассалям, улыбнулся Умму Харам спросила, о посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, почему ты улыбаешься? Мне приснились люди моей уммы, которые вышли на Газават на пути Аллаха На кораблях, плывущих по морю, они сидели словно короли на своих тронах, ответил пророк, алейиссаляту вассалям Тогда Умму Харам попросила, о посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, помолись, чтобы я была среди них Пророк, саллиллаху алейиссалям, прочитал мольбу за нее Пророк, саллиллаху алейиссалям, опять заснул, а когда проснулся, то снова улыбался Тетя повторила свой вопрос Избранник Всевышнего, саллиллаху алейиссалям, сказал Мне приснилось, что люди моей уммы плывут на кораблях на Газават Умму Харам попросила, помолись Всевышнему, чтобы и я находилась среди них Посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, ответил Ты будешь среди первых из них Прошли годы после смерти пророка, алейиссаляту вассалям Во времена правления халифа Муавии ибн Абу Суфьяна, с 661 по 680 годы Умму Харам со своим мужем Убадой ибн Сантом была среди тех, кто на кораблях прибыл на остров Кипр Там она умерла и была похоронена В кипрском городе Ларнака по сей день мусульмане посещают зиарат Умму Харам бент Милхан Субтитры создавал DimaTorzok